Я прочту два стиха из шестой главы Евангелия от Иоанна. Больше читать не буду, кроме этих стихов, но некоторые мысли скажу, а вы прочтете дома. Будет полезно, если вы эту главу прочтете всю дома и найдете те тексты, которые я сейчас просто скажу наизусть. Итак, я читаю два стиха Евангелия от Иоанна, шестая глава. Иисус сказал им, 26 стих и 27, Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Братья и сестры, выделить хочу мысль вот какую. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Что такое пища, мы знаем. Мы с пищей сталкиваемся каждый день. Мы пищу принимаем каждый день. Наверное, даже когда в посте кто-то по чуть-чуть пост нарушает, а кто-то сильно нарушает. Но даже не нарушая пост, мы вечером вкушаем пищу. Мы к этому привыкли так нормально, что человек каждый день принимает пищу. И Христос сказал, что это нормально, но есть два вида пищи. Есть пища тленная и есть пища, пребывающая в жизнь вечную. По-другому, есть пища, которая ведет к вечной жизни. Первый вид пищи к вечной жизни не ведет. Этой пищей питаются, как правило, все люди, но другой вид пищи, который ведет к вечной жизни. Братья и сестры, в этой главе мы встречаем пять видов пищи. Первый вид пищи. В начале главы Иисус Христос взял хлеб и рыбу, преломил и раздал людям, и написано, ели все и насытились. Эта пища была хлеб и рыба. Как вы думаете, братья и сестры, хлеб и рыба – это была обыкновенная пища или это была пища сверхъестественная? Я думаю, что это была пища обыкновенная. Если бы мы взяли кусочек хлеба, который ели люди, или кусочек рыбы, и подвергли бы какому-то исследованию, это был обычный хлеб и обычная рыба. Хотя были получены в результате чудо. Это была пища тленная. Эту пищу ели и верующие, и неверующие. И кто-то из людей, который ел эту хлеб и рыбу, в конечном итоге попал в ад и оказался вне спасения. Это первая пища, которую мы встречаем в этой главе. Друзья, вторая пища. Люди сказали, Моисей дал нам хлеб с неба, как написано. Господь дает вам, как написано, хлеб с неба дал им есть. Это сказали люди. Отцы наши ели ману в пустыне. Написано, хлеб с неба дал им есть. Братья и сестры, эта пища была тленная или нетленная? Эта пища тоже была тленная. Она была сверхъестественная. Подвергнуть анализы этой пищи никто не сможет, и никто бы не смог потом. Хотя в Ковчеге Откровения хранилась эта пища. Какое-то время манна, сосуд с манной хранился. Тем не менее, друзья, это была тоже пища тленная. Ее ели верующие и неверующие. Хотя это тоже было чудо. И часть людей, которые ели манну с неба, они оказались вне спасения. Ну, слово верующие или неверующие, братья и сестры, я сейчас веду речь об истинной вере. Потому что люди, которые шли по пустыне, они каждый день видели Бога в виде огненного столба, днем, ночью и в виде облака, ночью. Днем в виде облака. Днем. Друзья, манна с неба – это тоже был хлеб тленный. Люди ели, они утоляли свой голод, но эта пища не обеспечивала им вечную жизнь. Она обеспечивала им жизнь земную. Это тоже пища тленная. Братья и сестры, пища нетленная. В этом тексте написано, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный». Потому что у пророков написано, братья и сестры, и вот здесь Христос говорит уже о пище, которая влечет, которая ведет человека к вечной жизни. Написано, у пророков написано, «И будут все научены Господом, ибо всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне, и я воскрешу его в последний день». Братья и сестры, это Слово Божие. «Слово Божие, оно ведет человека к вечной жизни, ибо всякий, слышавший от Отца и научившийся от меня, приходит ко мне, и я воскрешу его в последний день». Братья и сестры, «Не все люди могут питаться этой пищей». Вернее, имеют возможность питаться все, но не все этой пищей питаются. Ниже в этой главе написано, «Некоторые из учеников сказали, какие странные слова, кто может это слушать?» Друзья, меня удивляет, что это не сказали люди обычные, со стороны, которые слышали то, что говорил Иисус Христос. Но написано, «Тогда некоторые из учеников сказали, какие странные слова, кто может это слушать?» Имели возможность слушать все, имели возможность учиться все, имели возможность прийти ко Христу в результате Его Слова все, но не все пришли, потому что кто-то эту пищу воспринимать не мог. Какие странные слова! И после этого некоторые из учеников отошли, и уже не ходили с Ним. Братья и сестры, я немножко неумышленно допускаю ошибку. Не некоторые отошли, а многие отошли, и уже не ходили с Ним. Они не могли питаться это пищей. Христос к оставшимся задает вопрос, не хотите ли и вы отойти? И тогда Петр сказал, «Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Ну, глаголы вечной жизни, сегодня можно было бы сказать так, «Ты имеешь слова вечной жизни». Братья и сестры, кто питается этой пищей, слышит от Отца и учится от Отца. Кто питается этой пищей, Христос сказал, «И я воскрешу его в последний день». Это та пища, о которой сказал Иисус Христос. Старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это третий вид пищи. Братья и сестры, четвертый вид пищи, Христос сказал, «Отец вам дает истинный хлеб с небес. Я хлеб живый, ядущий меня жить будет мною». Братья и сестры, четвертый вид хлеба – это Сам Господь Иисус Христос. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий этот хлеб, жить будет мною». И в другом тексте, «Кто этот хлеб ест, тот пребывает во мне, и я в нем». Братья и сестры, следующий вид хлеба – это Сам Господь Иисус Христос. Он есть истинный хлеб, и есть этот хлеб, это значит иметь с ним настоящее живое общение, это значит пребывать во Христе, и Господь Иисус Христос пребывает в нас. Это четвертый вид хлеба. Братья и сестры, пятый вид пищи в этом тексте. Иисус Христос сказал, «Тело мое – это есть хлеб жизни, и кровь моя – это истина, есть питье. Кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, тот имеет жизнь вечную». Это пятый вид пищи, пребывающая в жизнь вечную. Братья и сестры, сегодня мы будем принимать хлеб и будем пить вино. Об этом Иисус Христос сказал, «Кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, тот имеет жизнь вечную». Хотя не думай, друзья, что этот текст, эти слова Христос сказал, имея в виду хлебопреломление, которое когда-то будет совершать с учениками своими. Но истинное участие в хлебопреломлении это и есть свидетельство, что мы живем Иисусом Христом, мы питаемся этим хлебом и пьем Его кровь. Христос сказал, «Тот будет иметь жизнь вечную». И поэтому мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил наше участие в хлебопреломлении и чтобы мы старались пребывать в Господе Иисусе Христе, жить с Ним и жить в Нем. Аминь. Встанем, помолимся о хлебе. Спасибо.